Друзья, всем привет! Наконец-то я добрался до того, чтобы записать для вас видео про первый горный фестиваль, с которого я вернулся буквально на днях. К сожалению, во время самого фестиваля у меня не было возможности что-то для вас снимать и выкладывать, поэтому я решил сейчас сделать такое длинное обзорное видео, в котором все более подробно рассказать. Итак, что такое первый горный фестиваль? Это один из трех основных фестивалей воздушных шаров, которые проводятся у нас в России. Это, так скажем, профессиональные соревнования, на которые собираются команды аэродизайнеров и состязаются в различных номинациях. Самая главная, трудоемкая, основная номинация – это большая скульптура из воздушных шаров. Итак, первый горный фестиваль, он проводится при Эльбрусе. Последние, по-моему, два года он проводится в пансионате Эльбрус. Это недалеко от самой горы Эльбрус, недалеко от горы Чигет. Очень живописное место, прекрасные горы. Сейчас на своих экранах вы видите эти шикарные виды. Ну, скажу так, камера даже не передает на самом деле всю красоту природы, которая там есть на самом деле. То есть, это нужно увидеть своими глазами. Итак, первый горный фестиваль, он существует пять лет. То есть, в этот раз это был уже пятый юбилейный фестиваль. Надеюсь, что он будет продолжать существовать и на следующий год состоится шестой. Проводится он обычно, конец февраля, начало марта. Как я попал вообще на этот фестиваль? Когда в сентябре прошлого года я был на московском фестивале, ко мне подошел его организатор Александр Толстокоров, чтобы познакомиться. Он рассказал, что учился у меня по моим курсам и пригласил на свой фестиваль, который проводится при Эльбрусе, в Кабардино-Балкарии. Ну, так как я отдал себе в этом году обещание побывать на всех фестивалях? Я, естественно, согласился. И к этому фестивалю я собрал свою команду. Это был мой дебют в качестве капитана команды. Тема фестиваля в этом году звучала так «Мы из девяностых». И, соответственно, отталкиваясь от этой темы, нужно было сделать большую скульптуру. В других номинациях, в принципе, жестких таких рамок не было. Можно было делать на любую тему. Единственное, что была еще такая номинация, можно сказать, шуточная «Аэродизайн 90-х». Ну, про каждую номинацию я расскажу более подробно чуть позже. Итак, как я уже сказал, на этот фестиваль я собрал свою команду. Помогала мне в этом Ирина Капланян. С ней мы работали уже на стройке в Уфе и в одной команде на фестивале московском. В общем, таким образом познакомились и решили дальше сотрудничать. Собрали мы команду. Сейчас на своих экранах вы видите эту нашу замечательную команду. В нашей команде люди из разных городов. Это Магнитогорск, Армагир, Абинск, Майкоп и Москва. Естественно, подготовка проходила у нас через интернет. То есть мы созванивались через Телеграм и обсуждали какие-то подготовительные вопросы. Спонсором нашей команды выступила компания «Браво» город Екатеринбург. Это поставщик шаров торговой марки «Декабал». И, соответственно, на фестивале мы работали с шарами «Декабал», чем я, собственно, полностью доволен. Качество данных шаров меня полностью устраивает. Были бы они не очень качественные, я бы не согласился на такое спонсорство. Поэтому шары «Декабал» от души рекомендую. Называлась «Наша команда выше крыши». Мы рассматривали до этого несколько названий, но остановились именно на этом. Оно нам всем показалось наиболее подходящим. Итак, 18 марта в пансионате «Эльбрус» собралась большая компания аэродизайнеров. На самом деле в этом году было у нас 7 команд, плюс были гости, которые приехали просто поболеть, посмотреть, родственники и просто люди из этой сферы. Также 18 числа у нас прошло официальное открытие. Открытие было, естественно, с кавказским колоритом. Выступали ребята с национальными танцами. Александр Толстокоров, организатор, со своей компанией «Пенебум» хорошо подготовились. Открытие было красочным, зажигательным и настроилось текст на рабочий лад. В этот же день после официального открытия у нас было несколько часов для того, чтобы заняться подготовкой каркасов для большой скульптуры. То есть в этот день с шарами еще работать нельзя было, у нас было время для того, чтобы подготовить каркасы, то, что не касается шаров. И 19 марта у нас уже началась непосредственно работа с шарами. Для большой скульптуры наша команда выбрала тематику «Охотники за привидениями». Почему? Потому что этот мультик был очень популярен в 90-е годы, он как раз только появился на экранах России. И, соответственно, как мы потом увидели, что многие тоже взяли тематики именно из мультфильмов. Мы делали одного из персонажей главных из «Охотников». Это у нас был персонаж по имени Игон, ученый, который там разрабатывал все вот эти штуки для охоты за привидениями. Помимо него мы сделали лизуна, это привидение доброе, которое было на стороне охотников. И еще одно привидение белое, по-моему, зефирный человек называется, которое в нашей скульптуре как раз-таки было показано в процессе засасывания в ловушку. Если вы смотрели фильм или мультфильм, то вы знаете, что там у охотника была такая ловушка, которую они бросали, подключенная к специальному рюкзаку с оборудованием. Стреляли в это привидение из специального ружья и привидение засасывало в ловушку. Вот, в общем, это мы и делали. Также мы решили сделать небольшой фон для того, чтобы отснять нашу скульптуру для спонсоров и для нас, чтобы получились фотографии, отделенные от фона. Поскольку все это мероприятие проходило в спортивном зале этого пансионата, то мы хотели как-то придать более-менее приличный вид заднему фону. Именно по этой причине мы делали еще панно из шаров, которое служило фоном для нашей скульптуры. На изготовление большой скульптуры отводилось два дня. В 9 утра до 7 вечера мы работали над скульптурой. Параллельно с большой скульптурой проходили другие номинации. В первый день 19-го числа проходили номинации «Куларка». Это каркас, когда на столбике, так скажем, на трубке стоит кольцо, и нужно было этот каркас обыграть. Мы делали чеширского кота. К сожалению, нашу работу дисквалифицировали из-за того, что там на 30 сантиметров мы вышли за размеры. На это были свои причины, так скажем. Сейчас не буду в эти подробности вдаваться, но я считаю, что наша «Куларка» была одной из самых лучших. Вот, кстати, на фотографиях сейчас вы можете оценить ее. Далее, также в этот день проходила номинация «Аэромозаика» или «Аэродекор» она называлась там. Но суть в том, что есть каркас цифры из пенокартона сделанной, и эту цифру нужно было оригинальным образом заполнить воздушными шарами. Мы выбрали тематику мед, и должен был быть у нас еще медвежонок помимо цифры, но, к сожалению, не успели, не уложились во время, не успели сделать медвежонка. Это сделала наша девушка только соты, заполнила цифру, бочонок с медом. Ну, на медвежонка время, к сожалению, не хватило. А сейчас на своем экране вы видите работы из этой номинации. В общем-то, первый день на этом и закончился. Далее, 20 марта был второй день работы над большой скульптурой. Мы продолжали делать работников за привидениями, и также в этот день проходило три еще дополнительных номинации. Первая номинация – это скульптура из ненадутых шаров. Делать какой-то каркас, например, с папье-маше, проволоки и так далее. И все это дело оформляется, обклеивается ненадутыми шарами. В этой номинации наша команда заняла третье место. Мы делали вот такого вот медведя, то есть медведицу с медвежонком, стоящей на карте России. Далее, в этот день была еще номинация «Фольгариум». Что такое «Фольгариум»? Спонсор данной номинации – компания «Агура», производитель отечественных фольгированных шаров. Вам дается пакет, в котором есть минимум два тематических шара фольгированных. И помимо этого, вы можете взять там на столе дополнительные фольгированные латексные шары, которые можно использовать в работе. Нам попалась голова кошки черная и облачко. Ну, так как использовать можно было один шар, то мы взяли за основу шар облачко и на основе этого делали карусель. На этой карусели висели там мороженки, ну, различные сладости, в общем. Также сейчас на своих экранах вы видите другие работы в данной номинации. Работы были достаточно интересные, сильные. И, как я узнал только уже там на месте, то есть, одной из задач было сделать так, чтобы изменить структуру фольгированного шара. То есть, где-то перетянуть его, перепаять и так далее, чтобы он предстал не в своем первоначальном виде. На это обращалось тоже внимание. И еще одна номинация, которая проходила в этот день, это такая, можно сказать, шуточная номинация, в которой давались шары из 90-х. Это там различные зайчики, червячки, просто круглые шары, такие неоновые, которые продавались в 90-е, ну, так скажем, китайского производства. Шары непонятной формы, и нужно было сделать что-то, то есть, представить, что ты не являешься аэродизайнером, и сделать так, как бы ты это сделал там в 90-е годы. То есть, там шарики завязывали ниточками, например, связывали их как-то. В общем, смотрите, вот какие работы получились у аэродизайнеров. На следующий день с утра была у нас дача больших скульптур. То есть, с утра у нас было буквально там пару часов, чтобы все довести до ума и сдать большую скульптуру. После того, как большие скульптуры были сданы, где-то в обед мы поехали все на экскурсию на гору Чигет. Гора Чигет находится в непосредственной близости с горой Эльбрус, и с нее открывается шикарный вид на гору Эльбрус. Если вы подъедете близко к Эльбрусу, то вершин вам видно не будет, и как бы рассмотреть его практически невозможно. С горы Чигет открывается шикарный вид на гору Эльбрус. Мы поднялись на подъемниках, на вершину, и оттуда уже посмотрели на Эльбрус, пофотографировались, засняли там видео для роликов, для контента. В общем, классно провели время. Ну а вечером после экскурсии нас ждала тематическая гала-вечеринка. Так как тематика фестиваля была «Мы с 90-х», то соответствующим образом нам нужно было одеться на эту вечеринку. Звучали песни тоже из 90-х. Ну, в общем, было все очень весело, и царила классная атмосфера. Ну а в конце этого видео хочу подвести итоги и рассказать о выводах, которые я сделал для себя лично. Ну, первый вывод касается того, что необходимо ездить на такие фестивали. Если у вас будет возможность поехать в следующем году, обязательно приезжайте на этот фестиваль. Там очень классная домашняя атмосфера, там прекрасная природа. Я думаю, что вы отдохнете и не пожалеете. Второе. Для себя, какие я сделал конкретно по работе выводы. Ну, вывод первый, что в следующий раз я буду лучше готовиться. О многих номинациях у меня не было представления, как все это проходит, например, в «Фольгариум». И к следующему разу я думаю, что мы гораздо лучше подготовимся. Далее. По большой скульптуре мы не заняли призовое место, к сожалению. Но я знаю, какие у нас были ошибки. Ошибка, одна из ошибок основных была та же самая, в принципе, что на московском фестивале. Лишние персонажи. То есть, в этот раз мне вновь опытные люди сказали, что не нужно делать более одного персонажа. А у нас в этот раз опять было целых три персонажа. Это главный герой, охотник за привидениями. Игин, это Лизун. И это привидение. И площадка, к сожалению, была очень маленькой. Я немного неправильно рассчитал пропорции. И получилось очень тесно. То есть, они все были очень сплюснутыми. На этой плотно стояли друг к другу все эти скульптуры. Ну и, соответственно, композиция получилась немного кашем. Вот одна из ошибок. Вторая там ошибка по поводу того, что мы вот это панно сделали. Но на тот момент я тоже, к сожалению, не знал. Да и у нас площадка выпала нам по жеребьевке такая, что там сзади не поставишь. То есть, другие ребята ставили сзади маты, которыми создавали большой фон, гораздо больший размером, чем площадка. И, соответственно, скульптуру их можно было красиво сфотографировать и ничего лишнего не попадало. У нас, к сожалению, так как мы придерживались размеров по регламенту, сделали панно. Этого панно было недостаточно, чтобы красиво отснять наши скульптуры. Вот. Такая ошибка была. Ну, еще были кое-какие ошибки, про которые сейчас не хочу говорить. Но для себя определенные выводы я сделал. И в следующие разы я постараюсь этих ошибок избежать. Какие плюсы я вынес с данного фестиваля? Ну, во-первых, у нас подобралась хорошая команда. Мне понравилось работать со всеми девочками, которые были у меня в команде. Я понял, какие у них плюсы, какие минусы. И теперь знаю, как их грамотно расставить, чтобы получить наилучший результат. То есть, мне понравилась та команда, которая у нас на данный момент собралась. И, надеюсь, с этой командой мы пойдем еще и дальше. Ну, и самое главное, я получил классный заряд энергии. Мне все понравилось. Рекомендую, если будет у вас возможность, тоже побывать на таком фестивале. Спасибо за внимание, друзья. До новых встреч. До новых встреч.